Как все мы знаем, подкормка – это важный этап для любой культуры. От правильной подкормки зависит, как растение перенесет зиму, а для плодоносящих культур – какой урожай вы получите. Один из вариантов подкормки получил название «сахарная». Используется она для укрепления и адаптации растений. Сахарная подкормка отлично подходит для таких растений, как петуния, фуксия. В целом, для тех растений, которые в теплый период выращиваются в кашпо, а в осенний период переносятся в теплые условия, например, в дом. Сахарная подкормка является энергетическим напитком для растений. Она не выполняет роль стимулирующего средства. Ее часто используют при нехватке света. Оно и правильно, ведь в такой период нет необходимости в стимуляции роста. Растениям наиболее важна энергетическая подкормка. При нарушении естественных условий содержания растений сахарная подкормка как никогда необходима. Также отличным вариантом подкормки в таких условиях является янтарная кислота. Разница лишь в том, что янтарную кислоту необходимо наносить на поверхность листьев, и она будет усваиваться путем всасывания. А вот сахарную подкормку наносить на поверхность листьев ни в коем случае нельзя, так как усвоения никакого не будет. Еще одна ошибка, которую допускают многие, это использование сахарной подкормки для привлечения пчел и мышей. Отличными помощниками в адаптации для растений станут аминокислоты, ведь они усваиваются и листьями, и корнями. Полным комплексом всех удобрений является мальтамин, ведь он содержит в себе янтарную кислоту и сахарозу и необходимые аминокислоты.